В Большом Камне на судоверфи «Звезда» запустили серийное производство танкеров класса «Афромакс». Эти суда будут возить не в том числе и по Северному морскому пути. Строительство новых танкеров станет новой вехой в развитии приморской судоверфи. Подробности в следующем сюжете. Строительство нового танкера класса «Афромакс» начинается с символического нажатия на кнопку, которая запускает оборудование для резки металла. Старт производства дают глава компании «Роснефт» Игорь Сечин и в Рио губернатора «Приморья» Олег Кожемяка. Это уже второй танкер серии. Первый на «Звезде» в сентябре этого года заложил президент страны Владимир Путин. От всего в портфеле заказов предприятия уже 12 таких судов. Их водоизмещение 114 тысяч тонн. Это самые крупные танкеры, когда-либо строившиеся на Дальнем Востоке. Отличительная особенность приморских «Афромаксов» – в качестве топлива они могут использовать газ. Суда предназначены для неограниченного района плавания. Будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по северному морскому пути. Начало выпуска судов такого типа имеет особое значение для нашей страны. Это не только показатели роста технологического, производственного, кадрового потенциала. Но и вопрос нашей национальной безопасности и независимости. Судоверфь «Звезда» уже обеспечена заказами на годы вперед. По существующим контрактам здесь должны построить больше 30 судов разных классов. Сейчас «Звезда» – это самое современное судостроительное предприятие в стране. Для работы на высокотехнологичном оборудовании нужны квалифицированные кадры. Поэтому сотрудники судоверфи за счет работодателя поступают в вузы, а также обучаются прямо на производстве. По прибытию на работу суда я обучался непосредственно здесь. Непосредственно перед работой обучение проходит. И у нас с завода бывает отправляют даже за границу обучаться людей. Сейчас на «Звезде» строится «Сухой док». Он позволит принимать заказы на строительство буровых платформ, супертанкеров и газовозов водоизмещением до 350 тысяч тонн. Работа над сложнейшими проектами привлекает на «Звезду» судостроителей со всей страны. К тому же иногородним сотрудникам не нужно искать жилье. Приехал год назад на данное предприятие из Санкт-Петербурга. Завод предоставил квартиру. Мы в нее въехали, нас устраивает квартира. По программе переселения мы обустроили квартиру и сейчас живем в комфорте. Сейчас в одном из микрорайонов «Большого камня» для сотрудников «Звезды» строят целый квартал. Уже выбран подрядчик для строительства жилых домов еще в двух микрорайонах. Всего к 2023 году планируют построить около 5000 квартир. Этого хватит, чтобы обеспечить жильем всех сотрудников «Судоверфи». Всеволод Крапивин, Михаил Павлов, Екатерина Таланова. Панорама.